Должно всегда быть перед нами. О, велика вера твоя! А во что вера? Вера в то, что он Сын Божий. Только разве это? Эта вера была в то, что действительно он дал ей точную характеристику. Этим словом вера, он коснулся всего, что сейчас входило в это происшествие. Вот представьте, кто-то пришел, мы пришли к начальнику ходатайствуем платить за квартиру, и кто-то сказал, ну да знаешь, иди собака домой отсюда. И сразу жалобу настрачиваем. Собакой обозвал. Личность мою оскорбил. Это вы понимаете, статья особая есть. А здесь на самом высоком уровне. И она не бросилась в спор. Я стал смотреть по Библии, какие характеристики Бог дает людям. И с какой мы можем беспрекословно согласиться. То, что он назвал ее псом, это не было новым для евреев. Самопевец Давид 21, Псалом 17, Иси говорит так. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня. Псы. А разве говорила на собаках? Не забывайте, что дальше запятая стоит. Ибо пронзили руки мои, ноги мои, трещья прямо о Христе. Стояли римляне. Пилат. Образованнейшие люди того времени, это все были псы. Каково слышать нашему президенту было, что кто-то пришел и сейчас написал ему первое. Значит, назвал бы его пес, а дальше наверещал бы его по отчеству. Ведь арестуют за это дело. А ведь это уже не псы были, а людоеды настоящие. Миллионы людей глотали. Бывшие правители Советского Союза. А сказать ни одного слова нельзя было. Пророк Исаия 56 глава 10 стих показывает, что псы это те, которые в храме и руководят нами. Стражи слепы, в первую очередь священники слепые, и невежды, хотя заканчивает академию магистры богословия. Все они немые псы. Лаять не умеют. Они не могут еретико подгонять, участвуют в экуменическом движении. Жадные душою, бредящие ложа. Лежит там, повизгивает, спит на кровати, бредящие лежа. Любящие спать. Вот такие собаки, которые спят и не могут охранять. Да зачем ты такой охране? Их нужен-то. Это псы, жадные душою. Бессмысленные пастыри. Все они смотрят, каждый на свою дорогу. Каждый смотрит на свою выгоду. Какую еще характеристику давать? Ты обратись к священнику, подошел, отец благослови, а ты подошел и сказал, пес, благослови меня. А ведь это так. Те, которые не учат Слову Божию, это псы. Жадные душой, крещением торгуют, таинцами торгуют, машина освящает. Патриарх одно за другим выступление против вот этого вымогательства. Настоящая симония за деньги рукополагает и чего только нет. Это уже сами они свидетельствуют о себе. Однажды Давид сказал, кто он такой. Что-то мы не видели, диких змеев, но червей-то, наверное, всяких видели. Иоанн говорит, 25-6, человек, есть червь и моль. Применять надо к себе. Жаждущие правды насытятся. Мы сегодня слышим правду. Я обращаюсь к вам, черви, вы понимаете это? Моль, вы слышите меня? И никакой обиды в этом не может быть. Я сам черви, сам моль. Салон 21.7. Я же червь, а не человек. Вы зря меня за человека считаете. Поношение в людей и презрение в народе. Давид, кроме того, показывает еще большее. Первая книга, Сарш 24.15 и 26.20. Сарш, за кем ты гоняешься? Кого ищешь? Одну блоху. Я как блока прыгаю по горам везде. Долго ли мы будем прыгать, как блохи? Мы блохи. И кусаться умеем, и прыгать. Чуть-чуть сказали, работу сразу переменил. Что-то не по мне, скорее квартиру переменил, место переменять. Мы как блохи прыгаем и прыгаем. Все меняемся не по-нашему. Блохи самые настоящие. Я к вам обращаюсь. Слушайте блохи внимательно. Пророк Исайя 41.14 говорит. Не бойся, щерь Иакова. Весь Израиль называется щерьем. Пророк Исайя 5.13 говорит так. Я буду звать их. И для Ефрема я буду как червь грызти его, Господь говорит. Сам себя называет щерьем. Как? Подходит нашему характеру? Одно слово только не так. Скажи. Женщина многое может, говорит, простить. Даже и назови ее глупой. Даже дурой назовешь, может простить. Но если скажи, что ей не по-современному одеться, не модно. Уж этого она никак простить не может. Она сколько времени тратится перед зеркалом? Сколько там поворотов сделает? Да как она первые седые волосинки-то выщипывает? И брови-то у нее не такие, и свет лица не такой. Щерь украшает себя. Самопевец Давид 61 глава 10 стих говорит. Сын человеческих, сыны человеческие, только суета. Сыны мужей ложь. Если положить их на весы, то все они вместе легче пустоты. Вот вес. А какой вес этот человек имеет? Слово его, какой вес имеет? Да не слово, он сам легче пустоты. Все философы, ораторы, где Бога нет, там одна пустота. Даже легче пустоты. Провод Исаия 40 глава 17 стих говорит так. Все народы перед тобой, как ничто. Менее ничтожество. И пустоты. И считается у него за слюну. Вот это совсем. Третья езда 6 глава 56 стих. Все народы за один плевок. Вот человеку, скажи его характеристику-то. А вот надо принять как есть. Это я все взял, потому что женщина дала нам пример. Не обижайся. Это характеристика Божья. Это действительно так. Ну когда я знаю действительно, что я всего лишь слюна, плевок. А вообще тогда обижайся. Да что не скажи. Самое большее обижается, если скажешь, что у тебя злой характер. Вот это терпеть не может. И начинает злиться и подтверждает, что действительно правда обо мне сказал. Если ты услышал, что тебя назвали злым, да ты уж таким смиренным покажись. Постарайся делом опровергнуть, что ты не такой. Сказали обидчивый, и тут же обиделся. А ты за собой смотри. Вот как раз ты и доказал, что ты обидчивый. Какую бы характеристику не дал Господь, ты сразу скажи, так, Господи. Ну и слюну-то ведь тоже утирать надо платочком. Ты что бы ни стали, червь, Господи. Ну и червь-то нужно рыбу ловить. Найди еще что-то сказать к этому. Согласись и покажи нужность этого. Ну и псы-то крошки едят. Хозяева-то пока поднимут, что они уже их съели. Итак, притча Соломона, 26 глава, 11 стих. Всех нас Господь рассматривает такими, какими мы есть во свете Библии. И говорит, как пес возвращается на свою блевотину, так глупо и повторяет глупость свою. А теперь, решили, глупые слова бывают? Не рассуждение бывает? Не до конца узнав, передаем где-то? Да мало того, повторяем, а это означает на блевотину. На блевотину не просто человек возвращается, а чтобы собрать ее и съесть. Вот все эти слухи, осуждения, это все блевотина. Вот этот научный материализм, ленинизм, марксизм, это все блевотина. И этой блевотиной кормили и кормили, и защищали, и академиками были. Пророк Исаия 19, глава 14, стих. Эти люди ввели в заблуждение и во всех делах, подобно тому, как пьяный бродит по своей блевотине. 70 лет нас по блевотине гоняли, и люди верили и повторяли, выполнили, перевыполнили пятилетку за три года, слава, КПСС, а они-то ведь в это не верили. Он сблевал, а дальше вы их повторяете, учите. Пророк Исаия 28, 8 говорит так. Ибо все столы у людей, которые не знают Бога, хотя бы книги были, боевики, какие-то сказки, наполнены отвратительной блевотиной. Разберитесь, что у вас на полках стоит, что вы читаете, что смотрите по телевизору. А как не ошибиться? Совсем не смотреть. А тогда в книгах я не разбираюсь. Совсем не считай. Считай только святоотеческую литературу, считай Библию. Так что там считать-то? Я тебе скажу, 300 книг их, толкование Библии, 300 книг. Томог. Вот когда все прочитаешь, тогда ты можешь сказать, где блевотина, где нет. Я, например, по милости Божьим, различаю по запаху, на расстояние. Только гляну, два-три места открыл, я знаю, это блевотина. Сразу руки вытер, отошел и все. Это навык. Мне пришлось помогать уничтожать большие, огромные библиотеки. На три части их рубить. Одну немедленно уничтожать, корочки отрывать на переплет, остальное макулатуру. Вторая часть, можно сдать кому-то, она не вредная, не полезная. А третью, классику оставить себе, настоящую, там, Чехова, чтобы взять очень хорошие рассказы Достоевского, целиком можно себе оставить. Во втором послании Петре 2.28 22 стих говорится о людях, которые, познав истину, возвращаются к миру. Опять тянет их в ресторан, в кафе, на свои дела. Это как пес возвращается на свою блевотину. Еще не дожрал маленько, еще там надо, еще не дотанцевал, еще не допрыгал. Никакого крашения волос у нас нет. Мне говорят, а вы не знаете, у вас женщины красят волосы. Я говорю, под двумя платками разве их рассмотришь? Сам же аратовал за платки, а теперь где их узнаешь? Ничего этого не надо. Какой ты есть, такой и будь перед Богом. Почему Иаков и говорит, что дружба с миром есть вражда против Бога. 4.4 1 послание Иоанна 4.5 Он говорит, люди эти от мира, потому и говорят по-мерзки, и мир их слушает. Иногда выходят шутки мерзкие, рассказывают анекдоты, непристойные, и выводы никакого не делают. Потому что человек, знающий Писание, он даже из самого ничтожного может извлечь полезное. Услышал, и он сразу по-своему повернул. Я услышал, когда песнопение после обращения, услышали песню. Подумать страшно мне теперь, когда бы не то открыл ты дверь, не той бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел. Мне никто не пояснял, я просто сидел на работе и сразу заклопал. Я вспомнил тот день, когда Господь нашел меня. Если бы Господь прошел не той улицей, и я прошел не той улицей в Латвии, я бы не встретил Библию. Это 43 года назад было. Вчера Бог мне показал еще чудо. С тех дней, оказывается, были фотографии, и ни одной их не было, только пленки. Их в пожаре сохранились, и сейчас их отпечатали. Сегодня я их принес. Спустя 43 года, когда нам воскресло. Как это все нахлынуло оттуда. Это Бог делает такое чудо. Еще раз вспомни, кем ты был, и куда я тебя, на какую высоту возвел. Сохранить это необходимо. Праведный Иов 20 глава 16 стих говорит о людях, которые не читают Священное Писание. Я прямо отношу к тем, что все дети святого телевизора с программами смотрят, а потом в разговоре у них такие слова идут. Змеиный яд он сосет. Вот выражение, сам никогда не придумаешь. Яд и сосед, а ты отравишься, людям приятно это. И он сосет и сосет, а умрет позже. Матфея 3 глава 7 стих. Евангелист, сказать, ям креститель говорит, порождение их едины. Он людей называет змееныши. Вот пришли крестить, а сегодня священник видит люди не готовы и сказал бы, змееныши, вы зачем пришли храм осквернять? Вот мы можем это сказать, нам не будет. Ведь обидятся. А блаженные, алщище, правда, ибо они насытились. Нам сказали правду, и мы сразу бы насытились. Вот теперь я понял, что я такой, и опять уполз бы. А ведь не будет так. Поп меня оскорбил. Уже не поп, а попяра будет. Матфея 23,33. Сам Христос говорит, змеи, порождение ехидин, и как убежит его от осуждения в Геенну. Речь шла не об одном человеке, а об избранном народе Божием. Это слово Христово сегодня, если будет у нас здесь произнесено, и Бог откроет наши глаза и совесть, ведь тоже, наверное, увидим, что не все в пятки. Итак, Господь называет человека разными именами, и они все верные. Женщина получила похвалу, что велика вера ее. У нас хватает веры сознаться с тем, что мы свиньи, и что мы собаки. Матфея 15, глава говорит, что не слушайте их, оставьте их, ибо они слепые вожди слепых. Вот если эти слова сказать сегодня священникам, 20 тысяч священников, допустим, в России сейчас, кто из них согласится с этим? А народ-то ведь ничего не знает. Пасла слепая. Скажут, а я не слепой, закончил семинарию, академию. Предположим, а пасла вся слепая. Ты каждый день совершаешь литургию, проворачиваешь, людей не учишь. Народ слепой. Да ты-то и слепой, что ты их не научил. Я обращался к местному благочинному несколько раз организовать курсы по изучению, а он так, исходитель, народ такой глупый, его ничему не научишь. Я говорю, ну смотрите, в прошлый раз стоит мужчина с папиросой в храме, с папиросой, в шапке, и никто не обернется, а он подошел к кассе. С собакой зашел в храм, это уж в Никольском. Это уже сверх непонятно, зачем. Но когда наш брат попытался порядок навести, сразу же выскочили, кто тебя ставил наводить порядок? Мало того, сразу помянут меня по фамилии назад. Это ни от него посланные здесь. Златоуст в то время говорил, я не вижу людей в храме, я вижу стадо лошадей. Вы разговорами своими кучей навоза лошадиного принесли сюда. Изо рта навоз вываливается. Какой он все-таки был грубый, Златоуст? Как он оскорблял прихожан своих? Так некоторые подумают. Матфея 23,17. Господь говорит, безумные и слепые. Когда мы не можем сравнить храм, жертву, что это такое? Безумные и слепые это относится к католикам, к православным и ко всем сектантам. По многим вопросам люди заблуждаются. Безумные и слепые. Вот сектанты говорят, да, мы отделились, когда уже разговоришь, а почему? Да вот такая причина. Но от вас отделиться легко, да хоть в один день можно. Безумные и слепые. Православные придумали литургии. Человек, приходящий на службу, отстоял, причастился, свечки поставил. Безумные и слепые. Они Христа не знают. Они издеваются над святыней. Поэтому все больницы забиты. Человек пришел болезнь получить в храм. Потому многие больные немало умирают, говорит Господь. Потому что недостойно причащаются. Так говорит апостол Павел 1 Коринфянам 11 глава. Во второзаконии 32,15. Говорит о том, чтобы мы смотрели за собой, какая наша комплекция. Израиль уточнел, стал упрям, разжирел без меры и оставил Бога. Речь идет не о внешнем, но мы давайте хотя бы о внешнем. А сколько раз говорил, лишнее убирайте себе. Меня иногда домашние начинают вечером угощать. Я говорю, я чувствую, как бы я не растолстел. А я на полном серьезе говорю. Я ежедневно раза три себя ощупываю. Повторяю. Очень просто узнавать. Шкурку на животе согни вдвое, и чтобы она у тебя была не больше, как 12 миллиметров. Не больше. Все остальное от свиньи нажил. Чужое сало на своей кости. Все время себя проверяй. Не говори, конституция у меня, широкая кость, широкий рот. Израиль уточнил, Господь упрекает его в этом. Смотри за собой. Меньше спи, мало яшчь, мало пи, и здраво будешь. Но согласимся с тем или нет. Казахстан говорит, почему ты так разжирел, разве тебя в жертву готовим принести? Разве ты, медведь, ложишься, спячку на зиму, тебе пищи никто не даст? Ну сравни маленько, почему ты должен похож быть на тюленя, на моржа? Это у них детеныши такие лежат, он как в мешке маленьких ребятишек делает, в мешочке, в кулечке-то. И он лежит целый месяц, никого нет, ему этого хватает. Книга Исход. Это Осия, 4.16. И говорит, что Израиль стал, как упрямое телиться, и буду ли я его далее миловать? За грехи ваши, Господь говорит, я подниму подол ваш, и будет видна срамота, одевались сразу, что ничего не было, кроме подола. И видна срамота перед всем народом будет. И далее, и я вас так поражу, что человеческим пометом, по-русски по-другому это выражается, лицо ваше будет все заляпано. За что? За то, что отступили от Бога, связались с этим миром. Какое общение у праведности с неверными? Мы должны согласиться с характеристикой, которую нам Бог дает, о которой сейчас слышали, и поревнуем той женщине, которая сказала так, Господи, и кто бы нам что ни сказал, как бы ни обвинил, мы скажем, да так, но ты еще все про меня не знаешь, ты бы вообще со мной даже разговаривать не стал. Благословен Господь, обречающий нас Духом Святым, чтобы никто из нас не погиб, но чтобы мы воистину были детьми Божьими и очищены, святыне совершая спасения, достигли Старства Небесного. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok